Привет! Подводим итоги вторника, 6 июня в свежем выпуске новостей Донбасса. Я Екатерина Терещенко, продолжаю информировать вас о войне по обе стороны линии фронта. Плотина Каховской ГЭС, которая находится на территории Херсонщины, сегодня была разрушена. Рано утром в соцсетях появилось видео, демонстрирующее, как через разрушенную часть электростанции вытекает вода. Из-за неконтролируемого сброса уровень воды ниже по течению почти мгновенно поднялся на 2,5 метра. Десятки населенных пунктов оказались под угрозой подтопления. Даже те населенные пункты, которые находятся не возле Днепра, тоже пострадают от разлива воды. Так, в Кривом Роге уже ограничили потребление воды для населения и промышленности, потому что 70% воды поступает в Кривой Рог из Каховского водохранилища. Из районов Херсонской области, которые находятся под контролем Украины, уже начали эвакуацию жителей. По данным местных властей, жилье около 16 тысяч человек находится под угрозой. Многие жители городов и сел области помогают выбраться не только своим близким, но и незнакомым людям. Аптострофа, конечно, конкретная. Люди! Люди! Летит. Давай, давай, братан, греби, там люди. Я из Херсона выезжаю. Мама, мужа осталась, потому что болеет, не может выехать. Я еду к семье своей, в Николаеве проживают. У вас пока суха? Пока, да, пока суха. Что будет завтра, не знаю. А у родителей, они там в оккупации живут, то у них там возле голой пристани. Скорее всего, что потопит. А на этих кадрах житель Херсонской области спасает животных, которые также рискуют погибнуть из-за затопления. Еще одну надо найти. А тут, сколько я не гляну, далеко вода здесь? Уже близко. Да, все, надо огорбать когти. Огорбать когти. На оккупированном левом берегу Днепра, как сообщил самопровозглашенный мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев, уже оказались затоплены перебрежные зоны города и других населенных пунктов ниже по течению. По оценкам россиян, в зону возможного подтопления на оккупированной территории попадают 14 населенных пунктов, где живут 22 тысячи человек. В Украине назвали случившееся экоцидом и возложили всю вину на Россию. В офисе президента считают, что разрушение ГЭС угрожает не только населенным пунктам вдоль Днепра, но и Крыму, а также Запорожской АЭС. В Энергоатоме заявили, что быстрое падение уровня воды может сказаться на работе систем охлаждения и безопасности станции. В МАГАТЭ сообщили, что ее эксперты внимательно следят за ситуацией, пока, по их мнению, непосредственной угрозы для ядерной безопасности нет. Высказаться по этому поводу и сам президент Владимир Зеленский. Из ночи тревает затопление районов в певдне нашей страны. Щонайменше 100 тысяч людей жили в этих районах до Российского второго. Принаймні десятки тысяч до сих там. 80 мест и сел под водой. И уже началась эвакуация. И это лишь первые последствия. На жаль, трагедия значительно ширше. Каховское водосховище было джерлом питной воды для миллионов людей. И теперь замість водогону лише підвіз води. По итогам экстренного совещания СНБО, которое созвал Зеленский, украинская власть решила обратиться в Совет безопасности ООН, природоохранные организации и Международный уголовный суд. Прокуратура начала расследование по уголовным статьям об экоциде и нарушении законов и обычаев войны. Необычной была реакция на происходящее в Новой Каховке со стороны России и ее приспешников. Так называемый мэр Владимир Леонтьев сначала вообще отрицал информацию о разрушении плотины, но позднее заявил, Был ночной обстрел, разрушена верхняя часть станции. По данным российских пропагандистов, на Каховской ГЭС разрушены 11 из 28 пролетов. Леонтьев утверждает, что ГЭС нельзя будет отремонтировать и станцию придется отстраивать заново. Нужно восстановить ГЭС. Гидроэлектронную станцию? Шансов таких нет. Нету шансов. Это придется строить заново. И как в 50-е годы наши беды в шинелях, в шалках, после фронтовых сапогах строили этот город, точнее этого гидроэлектростанции. И этот город нам придется этим заниматься сейчас. В Кремле обвинения Украины в подрыве станции решительно отвергают. Кроме того, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что происходящее в Новой Каховке – это украинская диверсия, одной из целей, которая является лишить Крым воды. Хотя еще утром российская сторона заявляла, что на подаче воды на полуостров подрыв электростанции не скажется. Произошедшее на Каховской ГЭС не повлияет на планы ВСУ относительно контрнаступления. По словам командующего силы обороны Украины генерал-лейтенанта Сергея Наева, военное командование заранее предусмотрело разные варианты развития событий, в том числе и возможный подрыв Каховской ГЭС. Есть соответствующие расчеты, которые известны военному командованию по ущербу, который может наступить вследствие разлива воды. Что касается препятствия нашим наступательным действиям, военное командование полностью учитывало такие враждебные и коварные действия. И, соответственно, оно не должно навредить нашему наступлению в тех направлениях, где может быть разлив воды. Россия ночью нанесла очередной удар крылатыми ракетами по Украине. С силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все 35 крылатых ракет, большинством из которых оккупанты хотели ударить по Киеву. Для атаки российские войска использовали шесть стратегических бомбардировщиков, а сами удары наносились из района Каспийского моря. Несмотря на то, что ракеты удалось сбить, из-за падения обломков в Деснянском районе столицы повреждена дорога, троллейбусная электросеть, выбиты окна магазина. Пострадавших нет. Губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков записал очередное обращение, в котором он рассказал о ситуации в регионе. На опубликованных им кадрах он, в частности, заявил, что всем жителям Шебекинского района оказывается помощь, а затем добавил, что представителей русского добровольческого корпуса и легиона свободы России на территории области нет. Сегодня противника на территории Белгородской области нет. Много спрашивают про новую Толожанку. На территории новой Толожанки противника нет. Много инсинуаций, каждый пытается решить свои личные проблемы, комментируя нашу ситуацию, прикладываясь к ней, пытаясь увеличить уровень своей аудитории. Кто именно пытается решить личные проблемы, а также когда и при каких обстоятельствах бойцы РДК и Легиона Свободы России покинули территорию региона, Гладков не уточнил. Тем временем представители Легиона Свободы России в своем телеграм-канале выложили несколько видео. На кадрах первой записи снят якобы заезд бойцов Легиона в селу Новая Толожанка. На другом, как они утверждают, видео подтверждения ликвидации полковника ВДВ Андрея Стесева, об уничтожении которого бойцы заявили ранее. Подобное видео публиковали сегодня и представители РДК. Это все на сегодня. Как всегда, ждем ваши комментарии. Поделитесь своим мнением и расскажите о событиях в вашем городе. До завтра и берегите себя.